Пример Изумрудного вдохновляет. Буквально за пару лет запущенная территория превратилась в место притяжения горожан. Здесь они занимаются спортом, гуляют, развлекаются. Ратующий из-за парк, гораздо более масштабный по площади, юбилейный, уверены, что и этому парку нужен хозяин. И даже высказывают предложение, справился бы фонд имущества края. Потому что парк Изумрудный находится в их введении. И в каком состоянии они сейчас держат этот парк, это очень здорово. Но дальше предложения пока не зашли, а парк требует внимания. По словам общественницы Любови Бельдеевой, даже в туалет здесь пока некуда сходить. А еще нужно заниматься деревьями, убирать мусор. Глава Барнаула сообщил, что вопрос решается. А следить за парком на данный момент предложил совместно. По крайней мере, что касается уборки мусора. Вопрос очень-очень актуальный. Парк очень большой, я сейчас скажу вам. Ну, 60 гектаров мы примерно на эту цифру ориентируемся. Изумрудный у нас, по-моему, под 20 гектаров. То есть в три раза больше парк он осваивается. Конечно, туалеты мы поставим. Но, отвечая на ваш вопрос, пока пойдем через муниципальный бюджет. Я думаю, что это в стадии завершения. И где-то, наверное, через месяц, может быть, полтора, мы найдем ответы на эти вопросы. Между тем, общественники надеются, что фонд имущества все-таки согласится взять на балансы юбилейный. К слову, тема озеленения звучала в рамках дискуссии не только применительно к самому большому парку. Например, архитектор Александр Деринг уверен, что в Бурнауле ренессанс озеленения. Зелени становится все больше. Но вопрос представителям администрации задал по другой теме. Как видит она развитие исторической части города? Что заложено? Что будет? По словам вице-мэра, развитие продолжится. Второй этап строительства набережной завершается. Ждет реконструкции старейший парк города Центральный. Готовятся проекты по набережной Бурнауке. Реставрируют пять исторических зданий. Правда, этим занимаются частники. Еще две зоны, которые у нас в туристическом центре, находятся в перечне мероприятий, которые возможно благоустроить по комфортной городской среде. Это у нас площадь Демидова, наш столб. И вторая зона – это Скверпушкино. Правда, чтобы работы стартовали, нужны голоса горожан. А мэр, резюмируя дискуссию об исторической части, вынужден был вернуться к теме нового гентлана. Отметив, что в центре тоже должно появляться жилье. Ведь из новых районов, на ту же набережную, население вряд ли будет приезжать чаще, чем по праздникам. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Есть вопрос.